Первый мужской аксессуар в этом списке, который может служить для самообороны – простой зонт. От 16 сантиметров до 1 метра в длину зонт может стать грозным оружием. В отличие от того, что вы могли видеть в фильмах об Агенте 007, большинство зонтов не останавливают пули. У меня есть неубиваемый зонт, и это круто. По длине в 1 метр и в весе в 1 килограмм, с прочным стальным стержнем, и можно кого-нибудь вырубить. Конечно, зонтом не ударить как бейсбольной битой, но ношение зонтика не привлечет к вам внимание. Вопрос – использовать закругленную или прямую ручку. Закругленная удобней, руки свободны. В разных видах самообороны большинство предпочитают прямую рукоять, потому что чувствуют, что так могут нанести больший урон. И если вы хотите увидеть зонт в действии, просто посмотрите на это. Удар просто вмял зонт в эту грушу. С такой длиной можно получить приличный размах. Прежде чем перейти дальше, я хочу объяснить, почему я записываю это видео. Месяцев десять назад на моего друга напали на улице. Один из нападавших был с электрошокером, второй – с ножом. Они оглушили его сзади, и он упал. Друг сначала ничего не понял, он был в замешательстве. К нему подошли эти два парня. Один шел с ножом, а другой нападавший попытался снова ударить его электрошокером. И все же мой друг оказался не так прост. Он был борец и спецназовец. Он защищался голыми руками. Все заняло минуты, и он смог отбиться от нападающих, но какой ценой? Вот фотографии его рук сразу после и через два дня. Хорошая картинка, правда? Я решил поделиться с вами этой историей, потому что ты не застрахован от подобных ситуаций и не знаешь, когда на тебя могут напасть. Итак, несмотря на все, что было сказано, самое мощное оружие, которое у вас есть для самообороны, находится прямо здесь, между вашими ушами. Это ваш мозг. Используйте его и убедитесь, что вы не попадаете в опасные ситуации. Итак, следующее средство защиты – ваши часы. И нет, я не говорю о том, чтобы снимать их и использовать как кастеты. Хотя это может сработать. Большинство преступлений совершается ночью. С 8 до 10 вечера – нападение и убийство. Полночь – время для сексуального насилия. Ночью – много пьяниц. Держитесь от них подальше. Те из вас, у кого есть опыт работы в правоохранительных органах, знают, что преступления совершаются постоянно. Нет такого времени дня, когда бы не совершались никаких преступлений. Да, я не дрался в барах более 20 лет, потому что туда не хожу. Что, часов недостаточно? Как насчет фонарика? Вас ослепило. Когда кто-то подкрадывается к вам, ослепите его. Что хорошего в металлическом фонарике, так это то, что он может быть превосходной дубинкой. В небольшой фонарик может быть встроен электрошокер, но это может быть незаконным в вашем регионе. Проверьте. Я знаю законы только с своего штата, потому что у меня есть разрешение на скрытое ношение оружия. Если говорить об оружии, то как насчет пистолетов? Вы только посмотрите, как этот HKVP9 сочетается с курткой. А теперь взгляните на эту беретту. Посмотрите, как этот черный сочетается с золотом. Цвет рукоятки сочетается с цветом куртки. Удивительно. Вы хотите носить плотно прилегающую кожу без принтов? Берите Hellcat. Просто оцените эту комбинацию. Я шучу, я не считаю пистолеты обычным мужским аксессуаром. При этом многие из вас спрашивали меня, Антонио, не могли бы вы сделать видео о скрытом ношении? Если вам интересно, пишите. Далее в списке идет связка ключей. Во-первых, у каждого есть ключи. Вы, наверное, видели, как люди делают так. Эффективно? Думаю, в большинстве случаев нет. Но вот в чем дело, если это вселяет в вас уверенность, почему бы и нет? Эээ, стоп. Позвольте мне поправиться. В любой ситуации лучше убежать. Не обязательно стоять и драться. Я говорю о том, что если вы загнаны в угол, если вы не можете убежать, вам нужно выглядеть как можно более угрожающе. Что ж, вы можете выбрать перцовый баллончик или перцовый гель. Они эффективны не только против людей, но если на вас лает бездомная собака, и вы уверены, что она нападет. Ни баллончик, ни гель, ни смертельны. Другой вариант – небольшая сигнализация. Она громко сообщит, что что-то вот-вот произойдет, и нападающие подумают дважды. Поверьте, они не хотят лишних свидетелей. 140 дБ – это то, что нужно. Некоторые могут сказать, это для женщин, я бы никогда не стал носить с собой сигнализацию. Но она работает. Это отличная вещь. Почему бы не взять ее? Хотя бы в автомобиль. Сделайте это ради ваших близких. Следующий пункт, я добавил его в список, но рекомендовать не могу. Тактическая ручка. Можно разбить ею стекло и прокричать «Эй, у меня есть оружие». Но она не выглядит устрашающе. Я бы поставил ее на один уровень с ключами. Если вы застряли в переулке, и все, что у вас есть – это такая ручка, это хоть что-то. Но вы должны уметь обращаться с колющим оружием. Так что тренируйтесь. То же самое и с ремнем. Мне понравилась сцена в карателе, где в баре он обматывает ремнем свою руку, и вы понимаете, что сейчас будет зрелищный бой на ножах. Или в фильме «Расплата», где герои используют ремень, чтобы избить наемника. Но реально ли это? Нет. Давайте посмотрим правде в глаза. Этот парень мог что угодно использовать в качестве оружия. Хоть газету. А мы лишь хотим сохранить расстояние между нападающим и вами. Как оружие можно использовать все. Вот эту тяжелую вешалку, например. Но что еще более важно, так это создать пространство между собой и нападающим. У меня вешалка, а у него нож. Я должен держать дистанцию. При этом, если попасть в нужное место даже небольшим инструментом, удар будет фатальным. Я уже говорил об отступлении. Если возможно, это вариант номер один. И с учетом сказанного, у вас должна быть правильная обувь. Итак, я люблю ботинки вестерны. Мне нравятся кожаные подошвы, но они не для тех ситуаций, когда вам нужно убегать. Здесь требуется сцепление. Я скорее порекомендую использовать резиновую подошву. Нужно крепко стоять на ногах. Еще одно преимущество ботинок, когда вы пинаете кого-то, они лучше защищают вашу ногу. И если вы пнете кого-нибудь, он это почувствует. Являются ли оружием некоторые ароматы, если они наносятся чрезмерно? Согласно Женевской конвенции, да. Более пяти спреев от Курос считаются смертельными, если только вас не зовут Микелла или Джереми. А как насчет карманного ножа? Во-первых, есть ли у вас время, чтобы вытащить его? Во-вторых, знаете ли вы, как использовать его? Скорее всего, нет. При этом я все же рекомендую носить с собой нож или мультитул, потому что они невероятно полезны для устрашения нападающих. Еще один отличный защитный аксессуар – это ваша одежда. Как парень, который ездил на мотоциклах, я люблю одежду из кевлара. Есть много отличных вариантов. Некоторые из них выглядят довольно неплохо. И если вы действительно серьезно настроены и хотите одежду, которую сложно порезать, обратите внимание на кевлар. А что насчет кожи? Нет, я не собираюсь срезать эту куртку и скажу, что это зависит от толщины кожи и от того, как именно будет нанесен удар. Если это будет колющий выпад, а у нападающего много силы, то, вероятно, куртка не остановит нож. Но режущий удар кожи остановить в состоянии. В любом случае, кожаные куртки потрясающие. Если вы хотите узнать больше о кожаных куртках, посмотрите это видео. В нем я подробно рассказываю, как выбрать куртку, которая будет идеально подходить именно вам. Я детально разбираю, на что стоит обратить внимание и какие варианты лучше избегать. Обязательно посмотрите видео или однажды я приду к вам.